Добрый день, дорогие друзья! И я бы хотел поговорить с вами о квотах. Об этом просил меня Владимир Семкович, мой друг, мой бывший студент, наш дорогой Бивис. Очень популярный человек в свое время, да и сейчас тоже. С вами канал Одна Австралия, я Александр Петров. Квоты – это то, что убивает вашу надежду на эмиграцию, если вы не посмотрите на картинку очень оптимистичными глазами. Вы совсем недавно обрадовались тому, что хороший балл для региональной эмиграции в нашем штате и для эмиграции с помощью спонсорства штата балл тоже очень хороший. Но вы зря радуетесь. Это минимальное количество баллов, которые вообще можно и нужно иметь, чтобы податься на эмиграцию. Но этот муть недостаточная. Просто запомните, это недостаточная. Первое – вы должны находиться на территории Австралии, иначе у вас, как говорится, иначе вам удачи не видать. Ну, не совсем так, но в основном да. Те люди, которые находятся в регионе, штате или на территории Австралии, сразу имеют преимущество. Те люди, которые имеют предложение работодателя, это второе – ребята, откуда у вас предложение работодателя? Какой же дурак будет вам предлагать работу, зная, что вы находитесь за пределами страны и должны пройти через это все сито? Ведь если поставить объявление, то же завтра у человека будет 20, 30, 50 тысяч желающих на это рабочее место, тысячи желающих получить эту эмиграцию, у которых, кстати, баллов выше. Ведь второе соображение – это то, что у нас двуступенчатая эмиграция в Австралию, в том числе и профессиональная, не только профессиональная. То есть таким образом вы подаетесь всего лишь на приглашение. А сам процесс эмиграции начнется после получения приглашения. Подача на приглашение бесплатная, да, совершенно верно. Так не думают миграционные офицеры, миграционные, точнее агенты, они думают следующим образом. Я вот потратил время на то, чтобы подать твои документы, подготовил все, соответственно, заплатил мне денежку, и это тысячи и тысячи долларов. И подтверждающая организация тоже берет с вас деньги за то, что подтверждает, вне зависимости, получите вы эмиграцию в Австралию или нет. Это правда. И, соответственно, вы платите фактически за надежду. И зачастую на 100 подавшихся на expression of interest, только несколько человек получат. Офшорно несколько человек получат давидную путевку в жизнь. И смогут, получив приглашение, податься на эмиграцию, что совершенно не значит, что они ее получат. Но шанс уже достаточно, достаточно, достаточно большой. Надо не потерять медицинские кондиции, то есть вовремя иметь действующую медицинскую справку. Надо действующие АЭЛС иметь. И много остальных вещей, которые, в принципе, уже просто такие технические сложности. Кстати, они тоже могут быть непреодолимыми. Поэтому, дорогие друзья, квоты – это очень страшная вещь. Всегда смотрите, какие квоты. Я понимаю, что это немножко спрятано. Я понимаю, что это не хочется видеть. Но на это надо смотреть. Потому что вы не просто потеряете свои надежды, вы не просто потеряете свои деньги. Вы потеряете всякую возможность приехать иным путем и остаться в Австралии, если двинетесь по профессиональному пути, не подготовившись хорошо. Квоты – это то, что вас отрезвляет. Квоты – это то, на что надо очень внимательно смотреть. Именно квоты определяют желание или нежелание австралийского правительства видеть вас здесь. Всегда имейте это в виду. Спасибо. 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 Спасибо.